Какое отношение секс имеет к психотехнике? Я только начну, брошу вам мысленно подумать, и потом мы в конце доработаем. В середине мы договорились, что будет работать полностью Николай. Вот смотрите, опыт сексуальный, когда человек переживает, заканчивается, как правило, когда все хорошо, и оргазм. Оргазмические состояния человека, они по своей природе и по тому, что происходит в его теле, очень близки к тем состояниям, которые человек испытывает при единении с Богом, так называемом, при просветлении. Они настолько идентичны, просто единение с Богом – это многократно усиленный оргазм. Почему? Потому что у человека движется энергия, потому что она поднимается, проходит сквозь тело, выходит, и дальше человек имеет прямую связь. Он не отделен, на самом деле мы всегда не отделены, но таким образом наличие гармоничных отношений и, как говорят в экстрасенсорике открытой первой чакры, гарантирует то, что процесс единения возможен. Если у человека есть нарушения, нерешенные вопросы, есть зависание на теме секса, есть программы убеждения, ограничивающие возможность нормального энергообмена, то, соответственно, говорить о духовном развитии, наверное, будет совсем неправильно. Потому что духовное развитие – это гармоничное движение энергии в теле человека, потому что мы разбирали на клубах, что такое дух, что такое энергия, как это все происходит в теле. На самом деле это все очень плотно связано, и духовное развитие начинается с того, что в нашем обществе ложится под грань запрета. По сути дела, все, что связано с сексуальной энергией, с половыми взаимоотношениями, у нас табуировано за счет чего? Мы рождаемся в грехе. Вообще, все, что касается непорочного зачатия, было только у делу Марии при рождении Иисуса Христа. Соответственно, человек, вот когда он с детства это слышит, а эти убеждения звучат, они произносятся, они принимаются нашими родителями, они приходят к нам на уровне генетическом, историческом и так далее, и они ложатся в нашем теле программами. У человека существует множество запретов. На прошлом клубе мы только заговорили про секс и выстрелила тут же куча деструктивных программ, которые у человека просто запакованы в голове, а они не нужны для того, чтобы ему раскрыть свои способности, чтобы реализоваться в этой жизни, для того, чтобы нормально, гармонично жить. Ведь психотехники реальные и реальное духовное развитие человека начинается, когда уму не за что зацепиться. Это значит, когда человек внутри абсолютно спокоен и находится в радости. Вот это состояние, состояние постоянного балдежа и взаимоотношения с окружающим миром, гармоничное, оно и позволяет человеку двигаться, реализовываться, идти вперед. Но для того, чтобы это случилось, надо абсолютно осознанно выстроить свою жизнь. И начинается это все с отношений, со связей, со всего того, чем вы живете ежедневной жизнью. Поэтому мы начнем с секса. Теперь попробуйте для себя ответить вопрос. Уборку дома сколько раз делаете? После этого подумайте, бывает ли у вас так, чтобы вы на поплевали, что расмаркались? Вряд. Нет таких людей. Хорошо. Какая боль сильнее? Физическая или эмоциональная? Эмоциональная. То есть, словом больнее, чем вы на поплевали, да? А дома со своими близкими словами бьете друг друга? Обвинения, обиды, раздражения. Смотрите, как бы плохо на душе не было, я на пол не плюю, а в душу запросто. И как бы плохо мне не было, я в что расмаркаться не буду. То есть, у нас есть определенные убеждения. Вот этого нельзя. Что расмаркаться нельзя? То есть, в гостях, если вы начинаете обскать, руки вытирать, второй раз вряд ли на гости придет. Кстати, где легче на мусорить? Чистой комнате или в грязной комнате? В лягче. Да, там незаметно. И тогда, получается, если в отношениях один начинает мусор убирать, второго мусорить тяжелее. То есть, я право забыл, я могу так на цыпочках побежать, в шкафу взять. То есть, если она только пол помыла и говорить не надо, как-то по свежевынутым полам, в обуви, с улицы. То есть, если один убирает этот эмоциональный мусор, второй мусорить уже не может. То есть, чистота она тоже является. Это не как-то заложник и гарант. То есть, это то, что вы можете делать. Потому что семья – это сообщающие сосуды. Меняется один, меняется другой. Что-то про то, что вот изменить другого, то есть, созависимых отношений, что вот он с ним проблема, у него проблема. Ее изменить там. С теми женщин-алкоголиками, тоже наиболее часто такая штучка, может быть, бросает пыть, и там через какое-то время, вот, этот там, смотрит, больше не готовен, пуговица не пришита, да еще спрашивает, как семей деньги тратятся, а вот только за трезвость. Начинается передел семейной власти. Все это неосознанно, через какое-то время идут срывы какие-то такие вещи. Поэтому первые какие-то вещи на любых проблемах – это изменение себя. То есть, посмотреть, что я могу сделать, что это могу. Слабый в чем? Что не может мне сделать максимально то, в чем я его сопровождаю. Какой мы сейчас пели с вами, подошли. Что-то мы уже можем подойти к теме кастрирующего поведения. Смотрите, на самом деле, если так вот, есть вторичная выгода, скажем, когда в отношениях есть специальные проблемы. Ни один мужчина не испытывает чувство гордости от того, что оказался несовершенном постели. Чувство вины надо как-то отрабатывать. То есть, надо потакать некоторым прихотям с женщиной. А если мужик все в порядке, то есть, она не получает те дивиденды, которые получила раньше. То есть, он же в болоте. Или еще какие-то вещи. И тогда женщина во время секса может начинать демонстративно зевать. И потом потрясается и говорит, это все, на кто ты способен. И все сразу, что политическая ипотенция. И за этим стоит идея, что за органом женщины ответственны мужчины. На что мужики ведутся, как дети. То есть, американцы проводили исследования. То есть, они просто брали, подключали аппараты, видеонаблюдения, то есть, на добровольство транспортили, то есть, такие вот. Они проводили исследование, сколько в женщине надо времени для получения оргазма. То есть, вот полный акт человека занимает в среднем от 1 минуты 37 секунд до 3 минут 35. То есть, в среднем это 2 минуты 2 секунды. То есть, ну, это статистика, просто обычная статистика. Вот Свядач Абрамазеевич, тот человек, как бы вот, у учеников которого я учился, то есть, как бы, у него есть очень такой хороший пример. То есть, он говорит, что если на приеме мужчина говорит, что вот, моей женщине мало, что она вот, говорит, что хотя бы 10 минут ей надо секса, то Свядач Абрамазеевич говорит так. То есть, такова ситуация, надо вызвать женщину и расспросить ее, о чем она думала первые 8 минут. И когда мужчина считает, что может довести любую женщину до оргазма, это что-то про то, что он ее насилует. Женщину можно довести до оргазма только в одном случае, если она позволит ему это сделать. А вот мужчина, который зациклен на комплексе мачо, он будет стараться, то есть, женщина, до оргазма. Как так? Нет, там, например, было хорошо и плохо, или еще что-то, тогда женщина начинает имитировать оргазм. Но про имитацию, это рано или поздно какие-то такие вещи вывозят. Потом тогда вопрос, как? Столько лет, и ты мне это право, зачем, чтобы детей сохранить, или еще там какие-то вещи, зачем? То есть, потому что интимность, это про искренность, это про доверие. Субтитры создавал DimaTorzok